Итак, это утро. Часть вторая, которую мы будем обсуждать. Хукатай. Что хукатай означает? Что бейт означает? Слово бейт – это «в» и «хук» как «хук», «хукат» – это в уставах или правилах. Это в моих уставах. Что прекрасно. Вот те знаки, которые говорят «благословение в ту сторону и проклятие в ту сторону». А какое направление вы бы пошли? Направление благословения или проклятие? Мы догадались благословения, но как часто мы тот путь не выбираем? Невероятно ли это? Итак, часть вторая означает «в» моих уставах или «по» моим уставам. Но, заметим, как она начинается. Левитов 6.26.3. Если вы будете ходить или поступать по уставам моим, и заповеди мои будут хранить и исполнять их, есть три разных вещи здесь. Есть уставы, которые мы должны поступать по ним. Нам надо их хранить и нам надо их исполнять. Это три разных вещи, три разных действия. Поступать или ходить по его уставам – это способ жить. Мы ходим по его уставам. Что означает хранить уставы? Какая разница между поступать, хранить, исполнять? Что означает хранить? Это означает защищать их. Но мы должны понять, что в основном все заповеди, мы не могли их исполнить. Я объясню вам почему. Вы не в Израиле. В основном все заповеди только подходят к Израилю, потому что, как Шмита, вы не можете исполнять в Алгона. Шмита только можно исполнять в Израиле. Только та земля святая. Здесь Соединенных Штатов – это не святая земля. Но я также не могу заповеди, когда я читаю священника, потому что я не священник. Я не могу исполнять заповеди для фермера, потому что я не фермер. Я не могу исполнять заповеди для женщин, потому что я не женщина. И также женщины не могут исполнять заповеди для мужчин. И когда мы смотрим на заповеди, мы понимаем, что очень мало заповедей, которые даже подходят нам. Потому что даже нет у храма. Так нам надо понять. Это так удивительно мне, как много верших против заповедей. Но они даже и не применяются. Только есть некоторые заповеди, которые действуют для нас. Для неевреев, которые не в Израиле. Поэтому есть этот конфликт. Есть большой момент. И когда мы начинаем исполнять, означает их делать. Это против Торы, чтобы делать часть Торы. Вы понимаете, что это против Торы, чтобы выполнять некоторые части Торы. Мы не можем построить свой собственный храм и сами делать жертвы, чтобы исполнять Тору. Общество идет против Торы, чтобы исполнять часть Торы. Но мы должны понимать Тор, чтобы мы знаем, что нам можно и нельзя делать. Кто когда-то слышал про закон Президентное право? И это стоит президентом для других. Например, когда мы думаем, что фермер должен оставлять части еды для бедных. Говорю ли я, это не применяется мне, потому что я не фермер. Мне даже не заботится о вдове. Или мы понимаем Божье сестье. Мы говорим, что теперь я хочу давать вдовам и сиротам. И когда мы думаем, что суди не могли пройти так, мы говорим, что я могу пройти так, потому что я не судья. Понятно ли это? Нет. И так все заповеди, хотя их много, мы не можем их исполнять. Мы все равно можем учиться от них и понимать характер Бога. И мы можем желать поступать по ними. Если у вас подросток, вы просите его, чтобы он выбросил мусорь, и они говорят, я слушаю, я слушаю. И потом прибегает 8-летний мальчик, сыночек, и он приходит и делает. Есть разница? Этот закон не был для него, но он любит это делать. Он любит выносить мусорь. И так Бог и же те, которые любят делать то, что он заповедовал. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы это сделаем. То я дам вам дожди в свое время. Мы знаем, что в Калифорнии они просят дождь, и потом у них затопление. Но Бог говорит, не только дам вам дождь, но и дам правильное количество, правильное время. Земля даст произрастение свои, и деревья полевые дадут плод свой. Бог сказал, я дам вам дождь, правильное время, правильное количество, и также ваши деревья дадут плод. И не чуть-чуть плода, а много. В пятом сегу. Если мы помним, на прошлой неделе это был год юбилея. Мы говорили о юбилейный год из шмита цикла. И теперь мы обсуждаем больше про субботу. Считаем пять до восьмого сега. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Не только они получат достаточно дождя и еды, но также это хлеб досыта. И он говорит, потом дальше никто не сделает, чтобы вы боялись. И у вас будет мир. Сейчас есть мир в Израиле? Почему? Потому что они не исполняют его заповеди. Надо уходить по его уставам. Это... У них это все будет. Это... Бог это делает. Не сатана. Согоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогоняют сто. Есть пятеро прогоняют сто. Сколько один прогоняет? Двадцать. Означает, что один человек прогоняет двадцать людей. И сто из вас прогоняют тьму, или десять тысяч, и падут враги ваши пред вами от меча. Итак, единство такое важное. Если вы сами, вы можете отогнать двадцать, но когда вы присоединяйтесь к нему, вы прогоняете сто. Один может отнять двадцать, но если вы в единстве, если вы не в единстве, вы только можете отгонять или прогонять двадцать. Это почему Божья слава сходила, когда они были в единстве. Если мы можем увидеть эту славу, мы должны быть в единстве. Бог ищет тех, которые живут вместе в единстве. Потому что это дает вам силу, даже больше силы, чем если бы вы сами действовали. Второй законе двадцать восемь, один-два. Если ты, когда придете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все завды Его, которые заповедуете сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебя. Если будешь слушать глаза Господа Бога вашего. Можете представить, кто бы хотел, чтобы благословения, которые исполняются, они просто приходят и приходят, как цунами. Хочете убежать из этого цунами или к нему прибежать? Если это цунами и благословение, то мы хотим быть в нем. Но это только произойдет, если будете слушать. Итак, второе законе двадцать восемь, восемь, десять. «Пошлет Господь тебе благословение». Бог говорит благословению. «Иди благословить того человека». Вам. Да, мы хотим это. «В жительницах твоих и благословения на земле тебя народом святым Своим, как Он колялся, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путям Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебя и боятся тебя. Итак, буду благословение в жительницах и во всех делах Ру твоих». И потом читаем. Итак, все народы увидят, что Господь нарицается на тебя и боятся. Сколько народов называется по имени Божьему? Только Израиль. Эти языческие народы не нарицаются Господом. Итак, это удивительно. Итак, вот все эти благословения. Великие количество благословений. Итак, Леви 26, 11, 12. Бог говорит, «И поставлю жилье Мое среди вас». Это означает Его дом, где Он живет. Он говорит, «Я буду жить с вами в вашей местности, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом». Итак, мы читаем, что Господь будет ходить среди них. Что означает? Очень просто понять, что Он будет с ними ходить. Я верю, что это был Иешуа, это предвремени Иешуа, который ходил с ними. Давайте я вам докажу это, используя Писание. Хочете вы это увидеть? Два стиха, чтобы показать, что это был Христос, предвремя, когда Он пришел на землю. Мы читаем, что Бог сказал, что «Я буду ходить среди вас». Вот это, где они живут, есть земля, есть осень, есть листья на земле. Он говорит, «Я буду ходить посреди вас». Это духовно или в прямом смысле? Видите, заметили вы какой-то стих, в котором вы даже не можете поверить, что он находится в Библии? Я не могу поверить, что этот стих находится в Библии. Тож, законе 23, 12, 14. Место должно быть у тебя вне стана, куда будет тебе выходить. Кроме оружия твоего должно быть у тебя в лопатке. Когда будешь садиться вне стана, выкопай ему и опять заройе испражение твое. Вот. Когда ты это делаешь, делай это, потому что я ходю с вами. Я не хочу наступать на это, я не хочу его видеть, я не хочу слышать запах, оно находится вот здесь, в вашей Библии. Почему вы должны это делать? «Ипо Господь Бог твой ходит среди стана твоего». Это один из тех стихов, который меня всегда удивлял. «Чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих, руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не вви у тебя чего-то сравного и не отступил от тебя». Я верю, что Ищуа ходил в их лагерь. Дальше читаем. Левит 26, 13. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас поднятой головой». Что-то говорит, это Бог забрал все это ярмо, которое они несли, все, что, этот лишний вес. Он сказал, «Я сокрушил эти узы ярма». Бог этот пастух Израиля. Читаем. Иезекииль 34, 22-24. Бог сам говорит, «То я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцой». Знаете, что означает? В Евангелиях мы читаем, что есть отделение овц от коз, этих народ, которые овцы, от тех народов, которые козы. Вы знаете, что есть то, что приносит хорошая пшеница, и то, что не пшеница. Бог говорит, что есть разный скот. Есть тот, который хороший, и тот, что плохой. И Бог будет отделять скот от скот, или овцу от другой овцы. И Он говорит, «Я раба моего Давида». Он будет пасти их, и Он будет у них пастырем. «Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем преди них». В каком году Эзекиэль жил? Приблизительно, в каком году? Он был в Вавилоне, и потом он был исцеблен. Это где-то в 586-м времени до нынешнего века, и так он в рабстве. А когда Давид жил? А Давид жил 400 лет перед Эзекиелем. И здесь Эзекиелем говорит, что Давид возвратится и будет опять жить. Это доказывает восхищение мертвых. Подумайте об этом. Эзекиелем говорит, что Бог говорит, что Он восстановит Давида, чтобы он был их пастухом опять. И дальше читаем 25-31. «И заключусь имя завет мира». Помните эту историю Финеаса, который убил этих два нечестивых человека? Ему был этот обет вечно мира дан. «И заключусь имя завет мира, и удалю земли лютых зверей». Эти лютые звери могут также означать Хамас. Так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Но из нас не против спать в доме. Но кто чувствует себя безопасно, если вы в лесу, и там есть львы, и тигры, и медведи? Он сказал, что вы будете так чувствовать себя безопасно, что вы даже будете спать в лесу. «Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь будет не посылать свое время». Это будут дожди благословения. Можете это представить? Это просто ведро за ведро благословения. И полевое дерево будет давать плод. Это как часть того, о которой мы читаем. И земля будет давать произведения свои, и будет небезопасна земле стой. И узнает, что я Господь, когда сокрушу связи Ярма их, как мы только прочитали в Торе, и освобожу их из руки прободителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. Это пророчество, которое еще не исполнилось. Это пророчество, которое должно еще исполниться. Когда Израиль будет чувствовать себя безопасно, и будут эти потоки благословений, и произведут у них наслаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле, и терпеть прославление от народов, и узнают, что Я, Господь Бог, с ними, и они дом Израиля. Мой народ, говорит Господь Бог, что вы овцы мои, овцы пасы мои, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Это что удивительно, что будет такое время, когда все народы узнают, что Израиль и евреи – это благословение. А что мы сейчас видим? Мы переходим к проклятию, если мы не исполняем эти постановления. Леви 26, 14, 12. «Если же не слушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если произведите мои постановления, мы только закончили, что в моих постановлениях, или по моим постановлениям». Но он говорит, «Если вы не будете прозирать их, и не будете исполнять заповеди, он говорит, «Это что я делаю с вами?» Душа вознушается моих законам. Я пишу на вас ужас. Что мы есть? Эти террористы, которые нет этого мира. И мы читаем мои книги «Америка во время войны». Я верю, что террористы придут сюда, что это те, которые взрывают себя, они мы увидим здесь, в США. И дальше читаем. «От которых истомятся глаза, и измучится душа, и будете сиять семена ваши напрасно, и враги ваши сияют». И он говорит, «Вы не можете обвинять сатану, потому что он говорит, «Я обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будете господствовать на ними, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушайте меня, то я всемиро увеличу указание за грехи ваши, и сомлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю ваше, как медь». Бог говорит, «Вы знаете, что благословения прекрасны, но он сказал, «Если будете непослушны, то я буду наказывать вас всемиро». Я видел наклейку, это, что сатана стал меня заставить, но я сам это сделал. Но это ближе к правде. Читаем дальше. Левит 26, 20, 21, «И напрасно будете истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастения своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после его пойдете против меня и не захотите сушить меня, то я прибавлю вам ударов семеро за грехи ваши». Это удивительно. Есть семеро, и потом еще семь раз больше. Дальше, 22, 24 сих, «Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, и соберет скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеет дороги ваши». Я не могу не подумать о времени ковида, где я ездил по дорогам, и там никого не было. Если же после всего не исправитесь и пойдете против меня, то я пойду против вас и поражу вас семеро за грехи ваши». Вау. Так, семь, потом сорок девять, потом сорок девять, насем. Это ближе уже 350 раз. Не потому, что он ненавидит евреев, но потому, что он ничего не покаялся. Но мы жесток сердца. 25 стих, «Наведу на вас стильный меч, отомщение с Завет. Если же вы укроете в городе вашем, то пошлю на вас язву, и преданной будете в руки врага». Это все, что Бог решил, он сделает. 26-28. «Хлеб, подкрепляющий человека, из земли у вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после всего не послушайте меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всеми за грехи ваши». Опять все мира. Оно заключается в том, хотим ли мы благословения или проклятия. Мы, конечно, хотим благословения, но всегда ли мы выбираем благословения? Иногда мы уме выбираем, но физически мы не выбираем. Мы, люди, не делаем то, что мы знаем, что мы должны делать. Мы знаем, что мы должны у меня исповедание. У меня есть диабет. Я буду следить за что я кушаю, когда я кушаю донат. Я знаю, что я не должен донат кушать. Я знаю, что это проклятие и благословение, но я все равно буду кушать донат. Я думаю, это как баланс. Вот это кок с донатом. Это хороший баланс. но мы все знаем, мы говорим, что мы будем заниматься зарядкой, но мы никогда не идем в спортзал. Мы говорим, но я выбираю, что я буду заниматься. Очень часто мы выбираем благословение в моем уме, но мы делаем то, что приносит проклятие. почему мы не делаем то, что приносит благословение. Подумайте, каждый из нас выбирает благословение, но мы идем в противоположное направление. Это проблема, которая у всех нас есть. Это почему мой любимый стих в Новом Совете «Бог и желание и действие Божьей воли». Есть два разных момента. Итак, и еще, Левит 26-29-31. Это что происходит? Это где-то 1300 до нынешнего эры. Это где-то 1500 это когда Моисей еще был жив. И вот пророчески он пишет, что произойдет, если они будут исполнять то, что Бог повелел. «И будете есть плод цено ваших и плод дочерей ваших». Он говорит, «Такой голод, что ваши дети будут умирать перед вами и вы будете кушать их, чтобы выжить». «Разорю высоты ваши и разрушить слабы ваши и прорегну трупы ваши на обломки идола ваших и города ваших сделаю после них и опустошу святилища ваши и не буду обонять приятного блага». Тысяча лет спустя именно что произошло. Иеремия во время Новохотносора говорит, «И сделай город сей ужасом и посмеем. Каждый, пройдящее честь него, изумится, изумится и посвящает, смотря на все язвы его, и накормлю их плотью сыновей и плотью дочери их, и будет каждый есть платье своего ближнего, потому что не будет еды. Друзья ваших умрут, и потом вы их кушаете, чтобы выжить. Найдясь осаде в тесноте, когда стеснят их враги и щедуши их. Это вред, что все будут изумляться. И что мы читаем в Тарзухоне 28 6 6 7 «Отведет Господь тебя и царя твоего, который ты поставишь над собой, народу, которому не знал ни ты, ни ци твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчей, посмешищем у всех народов, которым отойдет тебя Господь». Только Бог, который ведет, может достовериться, чтобы его слова исполнились. Читаем дальше. Левит 26 32 34 «Опустошу землю вашу, так что изумятся они и враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу все, и будете земля ваша разрушена, тогда удовлетворить земля за субботы свои, все дни сасупления своего, когда вы будете в земле врага ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои». Как долго они были в Вавилоне в рабстве? Почему они были 70 лет? Почему именно 70 лет? Вот причина, если вы помните, каждый Шмидта год, земля должна была отыгать. 4900 лет они никогда не позволяли земле отыгать. 490 поделить на 7, это 70. Если мы переходим на время, это с момента, когда у них был царь Саул, от царя Саула до через во время Давида и Соломона и до истребления, это 490 лет, эти все года, они не исполняли субботу, и теперь Бог их судит. Левит 26, 35, 39, «Во все дни заступления своего будет она покоиться, сколько не покоилась субботы вашей, когда вы жили на ней, оставшиеся из вас пошлю в сердце робость земли уравов их, и шум колеблющегося листа погонят их, и поведут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и спотнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противосвать врагам вашим, и погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, оставшиеся из вас, и стряхнут за свои беззакония в землях врагов ваших, за беззакония отцов своих из чехнут. Это поколение до поколения. Второй пролип Нон, 36, 20, 21, и переселил он, оставшийся от меча, вавилон, и были они рабами его, и сыновей его, до воцарения царя персидского. Дальше, таколи во исполнении слова Господня, сказано усами Иеремии, земля не отпраздновала субботствы, во все дни запустена на субботство до исполнения 70 лет. Это самый важный момент, и мы будем говорить это в второй части также. Леви, 26, 42, даже тогда, когда вы через это все пройдете, если вы только признаетесь о беззаконии своем и беззаконии отцов своих, как они совершали преступление против меня и шли против меня, они не ходили по его установлениям, за что Иеша против них и вел их в землю врагов, тогда покорится необрезное сердце их. Это Тора, и оно опять уже говорит обрезание сердца. Всегда был смысл обрезания сердца. Да, потерпят они за бесконец и я вспомню завет мой. Как часто мы не принимаем наказание Божие? Мы говорим, я сказал, извини, но оно не имеет значения. Все равно должно быть наказание, хотя ты просил то, что кто-то сделал против вас. Было такое, что кто-то сделал что-то против вас, и вы надеетесь, чтобы Бог не покажет милость. Вы говорите, Бог, ты видел, что Он сделал со мной? Или что они делали моему ребенку? Даже если ты их просил, это не означает, что у них будут этих последствий или наказаний. Да, вы можете простить, но все равно будет это наказание. Надо это понять. Да, если вы даже простили, это вы просили для себя, но им все равно надо страдать наказание. И это мною должны понять. Итак, они должны признаться в своих беззакониях. Люди думают, что Бог Старого Завета другой, чем Бог Нового Завета. Это неправда. 1 Иоанн 1.9 Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и чистит нас от всякой неправды. Нам надо исповедовать и принять это наказание. Это он решает, если будет это наказание или нет. Но мы должны принять то, что мы заслужили этого наказания. Подумайте об этом. Например, кого-то должны получили эту смертную казнь за свои действия. Если судья по своей милости отменяет эту смертную казнь, может ли он думать, теперь я могу продолжать это делать и будет дальше показать милость? Нет. Да, если вы избежали это один раз, значит, что это будет всегда происходить. Но они верши так думают. Они думали, что они избежали ад и захрица и теперь каждый раз, когда им что-то не ведутся неправильно, они могут сказать, вот моя карточка Христа. Бог показал милость не то, чтобы ты продолжал жить греху, но чтобы вы остановили ваш грех. Читаем Левия 26, 44, и тогда они будут земле врагов их. Я не призру их и не вознушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними. Он может разрушить этот завет, но я все равно исполню свой завет. Он исполнил то, что он бежал. Это почему Исихи 34, 11, 12, ибо так говорит Господь, вот я, я сам отыщу овец моих, я смотрю, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего. Это поручство Ай-Дешюи, который пришел, он искал своих овец. Так я присмотрю овец моих, высвобожу их на всех местах, в которых они были рассеянные, день облачный, это день испытаний. Читаем дальше, 15, 16, и буду посеять овец моих, и облупокоить, говорит Господь, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную привяжу, и больную креплю больную, а разжревшую и буйную усыблю. Буду посеять по правде. Что означает, что он усыбит буйных и разжревших? Это пастухи, те, которые не кормят овец, но они сами все кушают. Это те, которые ленивы из-за силы и богатств, и они все это используют, чтобы себе служить. И мы поговорим об этом второй части. Я хотел это подчеркнуть, я хочу, чтобы вы это поняли. Матфея 15-24. Он сказал, я послан не только погибшим, я послан только погибшим отцам. Это исполнение Исекииля, которое произошло 500 лет перед этим. Мы все знаем Иоанна, 10 глава, 11-14 всех. Я есть пастор добрый, пастор добрый полагает жить свою за овец. А наемник, это много лидеров Израиля, кем они являлись. Они были наемниками, а не тем пасторем, который овцы не свои, видят придержив волка и оставляют овец, и бежит, и волк расчищает овец. наемник бежит, потому что наемник не родит овцах. Я пастор добрый, я знаю моих, и мои знают меня. Иоанна, 10-16 Бог говорит, что-то очень важное. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежат мне привезти, и они услышат голос мой, будто оно станет один пастор. Это когда не евреи с вместе с евреем у них один пастух Ишуа. Давайте встанем. Мы в конце его икра или левита. Мы всегда говорим это в конце книги Торы. Скажи это вместе, потом помоемся. Казак, казак, винить казак, будь силен, будь силен, и умножай свою силу. Наш отец и царь, мы благодарим тебя, что мы можем собраться вместе и представлять тебя. Дай сердце, которое следует за тобой. Всем, что мы имеем, мы благодарим тебя, и мы молимся за тех, которые хотят быть этим светом, этом народе, и приносят этот свет всем народам земли. Мы просим, что ты благословил своих людей, что твои люди любили тебя, и усредили твое царство. Мы благодарим за тех, которые пожертвуют для твоего служения здесь, чтобы этот свет Торы могли принести другим. Как ты сказал Торе, ты опять превознесешь Тору, и что она будет в чести опять. Мы благодарим за это, во имя ищего, аминь. благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, ты благословил нас всей Торой твоей правды, ты благословил всем советом твоего живого слова, через силу твоего Духа Святого, через законченное дело Мессии Ищего, ты один посидел между нами вечную жизнь. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Аминь. Мы хотим, чтобы сила твоей славы сошла на нас. И мы надеемся, что когда слава сойдет, ты будешь исцелять своих овц, потому что ты наш великий пастырь. Мы знаем, что ты хочешь нести тех, которые раненые. Итак, мы молимся за те, которые есть разные болезни, раны, те, которые могут быть духовные проблемы, психологические проблемы, эмоциональные, несмотря в чем их проблемы заключаются. Принеси твое исцеление, потому что есть исцеление в твоих крыльях. Мы также хотим поддержать тех, которые имеют финансовые нужды, тех, которые нуждаются в еде, в работе, в доме. Используй наш. Если это что ты хочешь помочь твоему народу. Мы также хотим помылиться о наших народах, о разных народах, о наших военных лидерах, духовных, религиозных лидерах. Мы знаем, что скоро будут выборы. Мы хотим, чтобы твоя воля исполнилась на земле, как на небе. Итак, мы хотим помылиться о народе Израиль, в последние войны. Мы просим, чтобы ты благословил твой народ, благословив военных, духовных, религиозных лидеров, чтобы они возвратились твоей туры. Во имя Иисуса Аминь. Вы можете присесть. Это утро мы наблюдаем за тех, которые смотрят нас всего мира. У нас есть люди почти с каждого штата. И в странах у нас есть люди из Израиля, Свецерландия, Альбейнос, Азраиля, Южная Африка, Чили, Канада, Хайланд, Ингланд и Кения. Всего мира. Я что-то приготовил для вас. Пару недель назад мы говорили о этих недостатках. Кто-то помнит какие-то они... Он сказал, он хочет церковь без порока. Кто-то может говорить порок хромой, может слепые, может проблемы с глазами, с керви. Есть разные проблемы с здоровьем, но мы также начали говорить на прошлой неделе морщин. Есть три морщина, которых мы говорили на прошлой неделе, о которых мы говорили. Это путь Каина, ошибка Валама и потом ошибка Кора. Это мы должны иметь эти... Что такое морщины? Это о чем мы будем сегодня говорить. Мы будем говорить как избавиться от этих морщин, от этих недостатков. Откуда происходят морщины? Одно о чем я говорила в первой части, это Бог будет судить пастырей и пастухов, которые сильные, но как мы живем здесь? Я сдаюсь, я не могу избавиться от этих морщин. Откуда приходят морщины? Это складка, которая вызвана складкой или сжиманием. Если какой-то большой человек, он теряет много веса, то у этого человека появятся морщины. Или также растяжки. Итак, на книгу Иов. Иов 16,8 Ты покрыл меня чем? Морщинами. Восвидетельство против меня восстает на меня и сможенность мое лицо укряет меня. Вот хорошая картина Иова. У него много морщин на его лице. Это о чем мы будем сегодня говорить, об этих морщинах. Но то, что вы должны понять, это что те морщины, нам надо понимать, это надо понять, это джир или тук. Есть пять еврейских слов для жира, но на английском только одно слово. А на еврейских эти пять разных слов для жира имеют разные значения. Итак, вы не понимаете эти разные толстота, то вы не поймете эти морщины. Первое это дашин. Это английское слово жир, но давайте посмотрим, это слово используется. Притчем 28-25 «Надмены рожают ссоры, а надеющие на Господа будут благотенствовать, или по-английски что они будут полно жирно». Читаем дальше. Притча 13-4 «Душа лениво желает, а душа прилежных насытится, или опять станет жирным». Есть другой жир, который называется «Челеп». Это «Хелев». Это 24-59. Это богатство, или самое отборное, самое лучшее. Леви 3-16. Весь стук Господу. Что только означает? Это мы должны давать первоплод, да, самое лучшее. Как кто-то приходит вам в гости, чтобы собирать еду для бедных, даете ли ему еду, которую вы хотите избавиться, или ту, которую вы сами используете? Очень часто мы не самое лучшее, самое первое даем. Но Бытие 45-18. И будете есть тук, или самое лучшее земли. Вы не остатки. Вы получите самое лучшее. Но это самое важное. В истории Каина и Авеля, почему Каина жертва не была принята? Читаем это. Бытие 4-4. И Авель принес от первородных сада своего и тука их. Это что жертва Авеля была самой лучшей, самую лучшую овцу, не та, которая была хромая, не видела. А Каин, просто что остатки отдал. Если вы только знаете английский или русский, то вы это не видите на хромая, это примитивный корень или быть глупым. И стих это Псалом 1170-72. «Жалело сердце их, как туг. Я же законно твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам моим. Закон уст вих для меня лучше тысяч золота серебро». Это неприятно. И дальше шаман или блесе джирный или грубый. Он в Таразуконе 32, 13, 15, он вознес его на высоту земли и кормил определенные полей, питал медом, туком ангцев и овнов, вассанских козлов и тучной пшеницей. Тучная это самая тук ангцев и овнов. Это самая лучшая. Самая лучшая пшеницей и топил вино кровь виноградных ягод и уточнил Израиль. Это другое еврейское слово, которое означает «жир». Это жирное или неприятное. По-английски мы читаем что-то «жирь». И вы не будете понимать контекст, если вы понимаете эти разные слова. Это что-то жирное или то, что неприятно. И это человек от человека. И оставил Бога, когда Бог самый лучший. Они отказываются от Бога. Каждый поворачивается с Богом, когда проблемы, а когда проблемы заканчиваются, они поставят его на бок и только вспоминают его, когда проблемы начинаются. Это что человек часто делает. И читаем дальше. И сал уточнял Толстел и оставил Бога, создавший Его и призвел Тедыни спасения своего. Уже мы не нуждаемся Боге. Люди только ищут Бога, когда Он ему нужен. Они не ищут Бога как друга и не общаются с Ним постоянно. Смысл всего этого это отношение. Не просто использовать Бога, когда вы нуждаетесь в Нем. Откровение 3,17 это церкви говорить, ибо ты говоришь, я богат, разводел, и ни в чем не имею нужды. Они даже нуждаются Боге. Они знают, что ты несчастен и жалок и ниш и слеп и наг. Это что происходит очень часто в церквях. есть эти церкви преизбытка, церковь Лаодосии. Он говорит, я стою у двери и стучу. Очень часто это используют для потерев грешника, но это о церкви. И они говорят, Бог, оставь нас, мы проводим служение. Но Бог снаружи. Он говорит, откройте дверь, проснитесь. Но это что они делают? они так заполнены собой, что они нуждаются Богом. Читаем дальше. Трозаконие 32, 18, 20. «Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создашего тебя. Господь увидел, и в негодование пренебрег сынов своих и дочерей своих». ему не понравилось то, что язычники делают. Ему не нравилось то, что его личные дети делали. «Скрой лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Вы понимаете, что самое лучшее поколение, это было поколение, которое увидело, как перешли через это Черное море и жили на Мане 40 лет. Но у них не было веры. Люди говорят, если я вижу чудо, я поверю в Бога. Но это неправда. Это что, сатана будет делать чудеса, и потом люди будут верить ему. Они были без веры. А свежее поколение, это были те, которые видели во время Мессии. Он сказал, что это тоже было поколение без веры. Читаем Луки 18, 8. Сказаю вам, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это последнее поколение. Будет ли оно без веры? Будут люди, которые верят в Бога. Читаем Салтырь 78, 40, 42. Это его дети, это не язычники. Сколько раз они разожгли его в пустыне и прогневляли его. Это что сердце Бога ломается в пустыне. «И особо искушали Бога, искорбляли Святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения». Они не помнили, что это Бог, который их создал, который освободил. Они даже о нем не помнят. У них нет этого день воспоминания, когда они вспоминают то, что Бог сделал. Но какой сильный Бог? Какая сильная власть у Бога? Но вы можете ограничивать Бога. Они ограничивали или оскорбляли. А как люди могут ограничивать Бога? Они ограничили его то же самое, как ты не можешь заставить кого-то любить вас. Вы не можете, потому что это уже не считается любовь. Они ограничивали и оскорбляли его тем, что они делали, и поэтому Бог не мог их благословлять. Бог хочет благословлять вас 900 нанами благословения, но вы ограничиваете его своим поведением. Подумайте, у вас есть сила, чтобы ограничивать Бога. Самый сильный Бог, и вы можете его ограничивать, да, потому что вы можете препятствовать, чтобы он не действовал, вы можете убежать от него, и он не может, чтобы вы его заставили, чтобы вы его любили. сюда вызовет робота. Как часто мы говорим ребенку сесть, а внутри я стою. Вы видите, у нас есть сила ограничивать Бога, отношения, как он относится к нам. Мы можем ограничить его в этом смысле, как он относится к нам. Но Бог очень благословит всем, что мы имеем, но мы ограничим его своим поведением. Читаем Исаии 17, 4. И будет тот день умолиться Сава Якова, и тучное тело его сделается тошим. Здесь Израиль будет сильное, большие в своем разуме, но они станут тошими. И потом, что дальше происходит, и тучное тело его сделается тошим. И причина, почему Исаии 17, 10. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не вспомнил о скале прибежище твоего». Это то, что мы читали в Библии, это то, что повторяется, и мы должны замечать то, что когда мы замечаем, то, что повторяется, то будет как образ. То, что мы должны понять историю, это что нам нельзя повторять историю. Проблема с Исаией 17, 4, это, что если это война в Дамаске, что опять никогда не произойдет, потому что это пророчество еще не исполнилось. потому что это был самый старый город, там никто не жил. Но Исаия 17, это когда Израиль исцепляет Дамаск, Израиль почти полностью исцеплен. Итак, мы еще ждем эту войну, потому что она еще не произошла. И читаем Салтырь 106, 10, 12. И спас их от руки ненавидшего и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их. Ни одного из них не осталось. Это говорит о Черном море и поверили они словам его и воспели хвалу ему. Вот они все прыгают и радуются боги от Израиля. Бог спас их от египтян и провел через это море. Но мы дальше читаем. Но скоро забыли дело его. Не дождались его изваления, увлеклись богатением искусить Бога. Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Или точность на души их. Что иногда происходит, как в духовном мы полностью гордостью думаем, что мы самые лучшие. Но потом Бог делает нас тощими в душе. Божья благодать избавляется от закона? Божья блага избавляется от закона? Если судья показывает милость, можете ли вы сказать, «О, теперь я могу продолжать это делать?» Это глупость. Если судья показывает милость, то вы должны быть благодарными и никогда это опять не делать. Но так часто в христианстве мы говорим, «Я имею Иисуса, чтобы Он меня простил, теперь я могу делать, что я хочу». Это неправильное отношение с Богом. Заметьте это, Амос 8, 11, 12, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Но это другой голод, не голод и хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слова Господня. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слова Господня, и не найдут Него. Знаете, что это означает? Что будет время, когда вы будете ходить в церковь, но вы не будете слышать Слово Божие. Пастор просто встает советником, как жить жизнь. Он говорит вам, какие вы прекрасные, вы можете продолжать в грехах, просто дайте мне ваши деньги. Они хотят быть этим тренером, но они даже не могут учить Слово Божие. Они будут искать это Слово, это удивительно. Читаем Салтыри 103 17 21 Милая же Господня от века до века боящимся его. Не те, которые просто используют его, а те, которые боятся его. и правды его на сынах сынов, хранящий завет его, и помнящих завет его, чтобы исполнять их. Господь на небесах писал престол свой, и царство его всем обладает. Дальше читаем. «Благословите Господа все ангелы крепкие силы исполняющие слово его». Как они крепкие силы повинуются глазу слова его. «Благословите Господа все воинства его, служители его». Что они делают? «Исполняющие волю его». Мы должны исполнять его волю. И соглашаемся с этим Новым Заветом? Почитаем 1 Иоанна 3,22. «Чего не просим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его, и делаем благодное пред ним». Это в чем заключается секрет? Его царство превыше всего. Когда мы читаем, что его царство превыше всего. Как Бог может царствовать над планетами и звездами? Как он правит это? Он просто что-то сказал и оно сразу произошло. И он такой, потому что есть причина следствия. И как он контролирует животных? Это через инстинкт. Это когда птицы знают, когда лететь на север или на юг. Это как не знают, где строят гнезда или где рыть дырки, если не медведь. Это как селмин может так далеко плыть, откуда они родились, и потом туда плыть. Итак, то, что не живое, он использует причину следствия, а животных, он контролирует их, используя инстинкт. А какое право он имеет над людьми? Это правило морали. Он дает нам выбор. Он говорит, если вы будете это делать, тогда это произойдет. Если вы другой сделаете, то это произойдет. Это если кто-то говорит, не ставите руку в блендер, когда он крутится, и потом мы ставим, и потом оно режет наши пальцы, и потом мы соединяемся на Бога. Бог говорит, не ставьте свои руки туда. И Бог использует моральное государство. Он говорит, если перед вами выбор, благословение и проклятие, если Бог использует просто причину и последствия, то мы как искусственный интеллект, мы просто делаем то, что говорят. А если Он использует инстинкт как животное, это опять Ему не нравится, но Он хочет, чтобы мы делали выбор повиноваться Ему и любить Его. И что мы теперь замечаем? Читаем Данила 9.4 И молился Господа Богу моему и что Он делает? Исповедовался. Молюйте о Господе Боже великий и дивный, хранящий завет и милость, любящий Тебя и соблюдающий поведение Твои. Он не показывает милость тем, которые не хочет исполнять Его заповеди. Вы не можете не исполнять Его заповеди и потом вам Бог показывает милость из-за Христа. Оно так не работает. Милость дана тем, которые любят Его и соблюдают Его поведение. Это уже Новый Завет. Иоанна 15.10 Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей, как я соблюдал заповеди отца моего и пребываю его в любви. 1 Иоанна 5.3 И Плата есть любого Бога, чтобы мы соблюдали заповеди его заповеди его не тяжкие. Это как мы говорим «Я не могу убить Иосифа. Я не могу украсть от Деворы. Божьи заповеди не тяжкие. 90% которые вы даже не можете исполнять, потому что вы не живете в той земле. Вы не священник. И нет храма. Так люди, которые огорчаются за законом, говорят, нам не надо это делать, потому что мы не под законом. Но одно из законов было «Платите те, которые вы наняли». А как бы хотели, если вы пришлите своему боссу, и он не дает вам деньги, потому что он говорит «Я не под законом». Все законы Бога благи. Вы не можете исполнять 90% в чем заключается проблема. Только есть пару правил, с которым многие не соглашаются. Кремия 2.32 «Забыть ли девица украшение свое, и невеста наряд свой?» Как вероятно, что невеста забудет свое платье? Я не думаю, это произойдет. А народ мой, не язычники, а народ мой забыл меня. Нет, хотим, чтобы нас помнили. Почему у нас есть эти статуи или эти мосты, которые названы по имени люди? Люди хотят, их помнили. Мы думаем, если я умру, кто-то даже вспомнит, что я умер. Мы хотим, чтобы нас помнили, но не забыли Бога без числа дней. Это почему я врет себе. Смысл всего это отношение с Богом. Я верю, что если Бог огорчен здесь, я вижу, что у него больно сердце. Мы получили наши эмоции от Бога. У нас нет того, что у Бога нет. Бог знает зависть, Бог знает гнев. Он создал, и Он поставил это в нас. Если Бог огорчен, что мы его забыли, представьте, сколько радости мы можем принести, если мы его вспомним. Это почему утром, я думаю, что как-то я могу сказать Господу, «Господь, доброе утро!» Мне кажется, ты уже знал, что хотел это сказать. Так каждое утро просто говорите с Богом. Я говорю, «Господь, спасибо, что ты меня разбудил. Нам надо обидеть отношения с Богом через сей день. мы не должны только вспоминать когда проблемы. Я хочу как-то удивить Бога и сказать, как благодарен что я его, что он есть». Изякилия 16, 11. «Нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твои ожерелья». Когда мы чаем ожерелье, это как цепочка. На прошлой неделе закон, мы в притчах читаем, что это как цепочка. Это возвращается к Тору. Это цепочка благодати, не цепь, которая у вас лишний вес. Морщины это последствия, что мы ожерелье от всех благословений Господних, а потом мы его забываем и собляем его. И потом он посылает это тощисть или мы с вами худыми в своей душе. Если вы сказали своему ребенку что-то сделать, они сказали, «Я не должен повиноваться тебе, потому что Иисус повиновался за меня». Если наши дети подходят к родителям, он говорит, «Я не должен тебя слушать, потому что Христос повиновался вместо меня». Мы думаем, это глупо, «А почему мы так думаем обо всем?» Потому что мы говорим, «Мне не надо это делать, потому что Христос это уже сделал». Но это не как оно работает. Очень часто люди не понимают, как царство работает. Итак, мы закончим. Как избавиться от пятен, морщин и недостатков? Если у нас есть грехи, можем ли мы избавиться от наших пятен, морщин и недостатков? Мы сами не можем это сделать. Давайте прочитаем Иеремия 2, 23. Это Бог говорит, «Хотя ты помыл себя найти, это если вы полили кислоту на себя, тогда, конечно, оно разъело бы вашу кожу». Дальше читаем про мыло. Мне все равно, если вы ставите кислоту или сильную, самое сильное мыло, ваш грех все равно подо мной, потому что оно в них, но вырезанное. Кислота или мыло не избавится от того, что вырезано в камне, как лицо. Вы вырезали это в своем сердце, и поэтому мыло и вода от этого не избавится. Как мы можем избавиться от пятен, морщин и пятен? Вот есть это баночки, Кабум, Русселс тоже как избавиться от морщин. Мы не мы сходим на это правильно. Он хочет иметь церковь, которая без пятен и морщин. Мы только поверили, в чем заключаются эти пятни и морщины. Я хочу, чтобы это было практично для вас. И читаем притчу 16-6. «Милосердие и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Что мы должны сделать? Это нам надо бояться честно Бога и признаться своему греху. Нам надо признаться то, что мы согрешили. Если вы не понимаете, что вы согрешили, как вы можете покаяться? Это через милость. Это не только что Бог показывает нам милость, но мы также должны показать милость другим. Когда мы показываем милость другим, Бог показывает нам милость. Это только через милость и правду. И через страх Господня что-то может произойти. 2 Тимофея 2 24-26 Это уже Новый Завет. Раб уже не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незабивым, скротностью наставлять противника. Не даст ли им Бог покаяния познанию и сины? Это секрет. Вы должны признаться в своем грехе. Если вы не понимаете, что вы согрешили, как можете выбрать причины, чтобы не освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Возвратимся к Торе, Леви 26-40-42, то, что мы раньше читали. признаться в беззакониях и беззакония отцов своих, как они совершали это теология замещения. Много из церкви думают, что церковь заменила Израиль, но мы должны возвратиться и покаяться за эту теологию замещения. Мы должны просить прощения за наших беззакония отцов, когда они нас неправно учили. Это в Иеремии и Исаии написано. Они говорят, что мы получили обман от своих отцов. Одна из самых больших обман это, что церковь заменила детей Израиля. Мы опять замечаем, что они должны покориться небрестное сердце, и тогда потерпят они за беззакония. Я вспомню завет мой с Яковом и с Исааком и с Еврамом. Иеремия 3, 13. Читаем. «Признай только вину твою, ибо ты отступил от Господа Бога твоего и распутывался чужими под всяким ветвистым деревом, а глаза моего вы не слушали, говорит Господь». Самое главное, что они непослушные. Но сколько из нас думаем, что мы слушаем Господа, но мы вообще-то непослушные. Как может это произойти? Хороший пример. Первый царь из 15, это где первый царь Израиля Саул было сказано убить все молокотян. Всех животных от всего надо было избавиться. Он даже был избавиться от тука, самого лучшего этой земли. А что он сделал? Он оставил самое лучшее. Он оставил царя. Он все самое лучшее оставил. И люди оставили для себя. И потом Саул старается себя защитить. И когда его Самил спрашивает, он говорит, о, мы оставили это, чтобы принести это жертву к Господу. Вы можете сами это заметить. Он говорит, я послушал Господа то, что он сказал. Вы знаете, что Самил сказал, что очень интересно. вы только это видите на еврите. Когда Саул сказал, что я повиновался или послушался, то Самил говорит, почему я слышу звук животных? А какое еврейское слово для слышать? Это шама. Слушай и исполняй. Он говорит, если ты повиновался, то я не должен слышать звук этих овец. если ты сказал, что ты повиновался, я слышу, означает, чтобы слышать и повиноваться, я не должен слышать, как эти овцы создают звук. Что мы замечаем? Исаия 4, 3, 4. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Ярусалиме будут именоваться святыми. Все вписанное в книгу для жития в Ярусалиме, когда Господь омоет скверную дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. Это показывает, что этот огонь, который очищает, Бог придет как огонь, вода первый раз и огонь второй раз и будет заключаться с чего вы сделаны? Сделаны вы из дерева или салона или вы из драгоценных камней. Смысл всего это Бог хочет, чтобы мы строили с тем, чтобы, когда огонь придет, чтобы она была очищена, чтобы произошло золото и серебро остается только чище, когда она проходит через огонь. Если пожар в нашем доме, то может дом сгорит, но мы выживем. То же самое произойдет в конце. люди спасутся, но все, что они имеют, сожжется. Кто хочет здесь быть, когда Ешио станет царем царей и Господь Господин? Если вы так хотите, например, если вы поедете на свадьбу или кого-то день рождения, все приносят подарок, но вы забыли свой подарок, и вы как-то себя неудобно чувствуете, потому что у вас нет подарка, чтобы дать жениху и невесту или тому человеку к день рождения. Но представьте, когда Мессия станет царем, и все приносят свои дары, а у вас ничего нету. Это что произойдет. Будет большая группа людей, у которых не будет то, что положить у его ног. То, что мы будем иметь, оно все сгорит. То, что мы будем иметь, чтобы положить у его ног, это дела, которые позволят сделать через нас. Есть разные примеры этого. Так надо думать наперед, нам надо думать о будущем. Малахия 3, 2, 3. И кто выдержит день причастей его, и кто стоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и чистить сынов влевее, и переплавить их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Огонь Божий приходит в прямом смысле и духовно. Мы должны понять, с чем мы сейчас строим. Строим ли мы построить свое собственное царство, чтобы сказать, Бог, смотри, что я сделал, или мы постараемся строить то, что он делает через нас. Читаем Откровение 1, 5, 6. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему возлюбивший нас, и мыши нас от грехов нашей крови своей, и содержит нас царями священки, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки кофе. Аминь. Он полюбил нас. Проблема с Израилем, когда они ушли из Египта, он говорил, ты вывел нас из Египта, чтобы убить нас, ты не вывел нас, чтобы дать нам убитовную землю. в законе мы читаем, как отец несет своего ребенка, так я нес вас. Они думают, что он их вывел, чтобы их убить. Итак, мы должны работать на наши отношения с Богом, чтобы мы понимаем, что он не старается избавиться от нас. Он хочет, чтобы мы исполняли его слово, потому что он нас любит. Так, встанем и закончим молитвой. На следующей неделе будет этот израильский солдат, лейтенент, который был в Газии последних восемь лет. Будет очень интересно. Молитесь со мной, когда я буду в Корее. Наш отец и царь, мы так благодарим, прийти и поклоняться Тебе. Я прошу, чтобы Ты очищал наше сердце кровью Ишио. Спасибо. Мы хотим признаться в наших ошибках. Мы хотим исповедоваться. Я прошу, чтобы Ты очистил нас, как золото и серебро очищаются, чтобы мы знали то, что мы можем принести тебе. Мы хотим тебе принести этот дар, когда ты станешь царем. И господина, ты поставить имя за нас. И мы благодарны за это. И как ты сказал, Аарон говорит, да областите Господь и сохраните тебя. Да признаете Господь с этим лицем своим и помилуй тебя. Да обрати Господь лице своему на тебя и дать тебе мир. Это самое прекрасное имя. Эйе Эйе Ашер Эйе. Аминь. Увидим вас скоро.